Разрешите представиться, меня зовут Людмила Селицова, я врач-диетолог и нутригенетик, консультант-разработчик компании Мэйдженетикс. И вот уже достаточно долгое время мы работаем вместе, мы сотрудничаем. И сегодня я проведу для вас вебинар о том, какие же витамины нужны нашему с вами организму. Я не буду вам сразу скажу рассказывать про витамины, вот как таковые, я бы хотела осветить иной аспект витаминотерапии, а именно генетическую подоплеку в выборе поливитаминных комплексов. И об этом мы будем говорить. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела начать с приятного, озвучить самую приятную, наверное, новость. Вы видите передо мной, точнее рядом со мной, три замечательные бутылочки для воды. И сегодня эти три бутылочки уедут адресатам самых трех интересных вопросов, которые я попрошу вас задавать в течение всего вебинара, но предупрежу сразу отвечать на них, я буду в конце. То есть вы пишете, все остальные читают, и возможно кто-то хотел задать тот же самый вопрос, но не будет уже этого делать. И в конце вебинара у меня останется время для того, чтобы я ответила на ваши вопросы. Я выберу три самые интересные вопросы, и вот эти вот бутылочки для воды, они уедут к вам. Ну что, предлагаю начать. Тема достаточно, с одной стороны, кажется избитая, с другой стороны, очень интересная, потому что до сих пор вокруг витаминов ведутся колоссальные споры. Пить или не пить, нужны всем или только по потребности, синтетические или натуральные, какие лучше выбрать, аптечные или неаптечные. И вот на эти вопросы я постараюсь дать вам ответы. Итак, начнем. Прежде всего, я бы хотела вам сказать о том, что мы все знаем, что такое витамины, и мы частенько колеблемся в дозах. Сколько пить, в каких дозах. Так вот, смотрите, витамины, микроэлементы, вещества незаменимые. Большинство из них не синтезируются организмом человека, а если синтезируются, то идут на нужды, как правило, микробиоты кишечника. Но поступают с пищей. Здесь, конечно же, опечатка, витамины поступают к нам с пищей. Нормы потребления, это что такое? Это усредненная величина необходимого поступления витаминов, обеспечивающая нормальную работу нашего организма. Ну, это так, энциклопедические, скажем так, нормы. Эта величина считается достаточной для 97,5% населения с учетом пола, возраста, физиологического состояния и физической активности. То есть, норма употребления. А вот эту норму я потом проговорю, какая она должна быть. Что еще хотела вам сказать для начала? Я бы хотела вам сказать, что я сейчас приведу несколько доводов того, что витамины в рационе любого россиянина, будь то малыша или человека преклонного возраста, должны быть ежедневно и круглогодично. И это аксиома, и она, к сожалению, не обсуждается. Я объясню, почему. Посмотрите на состояние нашего российского человека. То есть, полигиповитаминоз, он характерен практически для каждого жителя нашей страны, который не принимает дополнительно поливитаминные добавки. Даже если принимает, то запас этих витаминов иссякает, как правило, довольно быстро. Ну, к слову скажу, что больше всего витаминов назначается беременным женщинам и маленьким детям. Ну, детям, скажем, начинаем мы с витамина D и дальше по возрасту постепенно вводим витамин C и другие витамины. Так вот, женщина, которая во время беременности принимает поливитамины, а когда уже свершился процесс рождения ребенка, и она начинает его кормить и перестает принимать витамины, теряет все, что она получила за 9 месяцев, буквально в считанные 2 недели лактации. Представляете себе? Все потому, что наши рационы питания на самом деле очень дефицитные, потому что, к сожалению, мы живем в таких реалиях сейчас, когда почвы, на которых растут растения, они бедны витаминами и микроэлементами. Животные, которые получают корма промышленного изготовления, к сожалению, тоже обделены витаминами. Да, конечно, их подкармливают, но это не то совершенно, как если бы это было, скажем, 50 лет назад. Поэтому мы с вами, конечные потребители, получаем всего ничего. Обнаруживается поливитаминный дефицит не только весной, но и в осенне-летний период, то есть тогда, когда мы надеемся получить максимум витаминов из сезонных фруктов и овощей. К сожалению, у нас это не получается. Сочетается с недостатком кальция, йода, железа и многих других микроэлементов. Не только йода, железа, но и многих других. Ну и это удел практически всех групп населения, независимо от пола, возраста и каких-то других особенностей. И вот смотрите, недостаточная величина потребления витаминов это что такое? Это то количество, ниже которого у большинства здоровых людей через некоторое время будут возникать симптомы недостаточности. То есть, если человек пропивает, например, поливитаминный комплекс только лишь два раза в год по месяцу, скажем, ранней весной и поздней осенью, то все остальное время он живет в дефиците, к сожалению, практически всех витаминов. Печально, прискорбно, но факт. Дефицит витаминов, посмотрите, какие вызывают врожденные пороки развития. Многие слышали, что без фолиевой кислоты, а точнее без витамина В9, могут формироваться грубые пороки развития плода. Так вот, не только при дефиците витамина В9. Посмотрите, при дефиците практически всех жизненно важных витаминов формируются грубые пороки развития. Не всегда так бывает, но это всегда риск. Это всегда риск, и мы всегда должны об этом помнить. И, конечно, мы говорим про самую уязвленную категорию, про врожденные какие-то проявления, но не будем забывать о том, что мы все с вами живые люди. Мы хотим жить долго, активно и счастливо, и всем нам априори витамины нужны. И вот, посмотрите, это я взяла слайд из презентации Ольги Алексеевны Громовой. Это профессор клиники ЮНЕСКО, которая всю жизнь занимается изучением витаминов, микроэлементов. Умнейший доктор, просто потрясающий человек, замечательный. Так вот, ее словам стоит доверять. Вот она, изучая многолетнюю историю с витаминами, говорит о том, что восполнить дефицит витаминов только через еду невозможно. Чтобы получить то количество витаминов, которое нам необходимо, мы должны съедать колоссальное количество пищи. И если мы будем это делать, мы все столкнемся, к сожалению, с ожирением, с избыточным весом. Вот вам наглядная картинка, как это происходит. То есть, это правда так. То есть, чтобы получить определенное количество, ну, я не знаю, витамина С, нужно съедать. Не то, что килограммами какие-то фрукты и овощи. Это нужно делать ведрами, понимаете. Поэтому, это, к сожалению, очень печально. Потому, витамины нам нужны. Так вот, главный вопрос, а какие же витамины нам нужны? Потому, что для всех это вопрос очень сугубо индивидуальный. И зависит он, прежде всего, не только от потребности. Потребности с чего складывается? От пола, от возраста, от уровня физической активности. От того, насколько человек истощен в плане витаминов и микроэлементов. От того, имеет он или не имеет какие-то хронические или острые заболевания. Вяло текущие или в активном периоде. То есть, всегда, когда мы говорим о дозировках, это вопрос, который должен подбираться сугубо индивидуально. Но в этом вопросе огромную роль играет генетика. Колоссальную роль. Потому, что витамины могут быть в активной и неактивной форме. И наш организм, он имеет ферменты для всего. В том числе, для усвоения витаминов. И вот эти ферменты или какие-то другие внутренние механизмы, рецепторные будь то, либо какие-то иные. Они могут определить, а в какой форме нам нужно получить этот витамин. В активной или в неактивной. И вот в отчете Wellness компании MyGenetics есть 8 жизненно важных витаминов. Точнее, 7 витаминов и 1 ген, который отвечает за усвоение омега-3 жиров. Омега-3, омега-6 полезных полиненасыщенных жирных кислот. Итак, о каких генах идет речь? Посмотрите. Ген ФДС-1 отвечает за превращение предшественников омега-3 и омега-6. Собственно, в омега-3 и в омега-6. Омега-3. Вы знаете, что льняное масло является предшественником омега-3. И вы наверняка слышали, ешьте продукты из льна, ешьте льняное масло, так вы получите 53% суточной нормы по омега-3. Я вам скажу, друзья, этот механизм работает на самом деле, но не у всех. Вот этот ген, он кодирует фермент, который превращает альфа-линоленовую кислоту, вот тот самый предшественник, который содержится в льняном масле, в экозапентаеновую кислоту, длинноцепочечную жирную кислоту, которая и является правильной омега-3. Но еще более правильной является докозы гексоенного кислота, но они обе активны. Они обе активны, они обе вносят вклад в профилактику сердечно-сосудистой патологии. То есть за счет, что нам дает омега-3, правильная омега, она дает нам нормальный липидный профиль крови, препятствует повышению плохого холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза, препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Это препятствует развитию болезни Альцгеймера. Чтобы вы понимали, наверняка многие знают, но если вдруг кто-то не знает, я поясню. Болезнь Альцгеймера это потеря краткосрочной, кратковременной памяти в старческом возрасте. Это когда человек начинает забывать события недавние, он начинает забывать своих родственников, он перестает их узнавать, он теряется в пространстве, он не понимает, где он, он может просто выйти из дома и уйти, не зная куда и не зная зачем. К сожалению, у нас в нашей стране статистика этого заболевания не ведется, но в других странах, в которых ведется, она колоссальна. Это каждый, ну я не скажу третий, но каждый пятый, наверное, человек имеет генетический риск болезни Альцгеймера. В нашей стране сейчас этому вопросу стало уделяться больше внимания. Я думаю, что через несколько лет мы получим какую-то уже более-менее адекватную статистику, но пока мы видим генетику и пока мы делаем, прикладываем все силы для профилактики. И вот здесь вот нам помогает в том числе ген ФДС-1. Кроме того, этот ген говорит нам о том, можно ли нам употреблять в пищу трансжиры. А приори нельзя всем. Это логично и это понятно. Но у каждого в жизни бывает момент, когда съедается что-то в охотку. Ну не знаю, стейк. Что такое стейк? Стейк это мясо, обжаренное до золотистой и хрустящей корочки с двух сторон. И вот именно вот эта корочка будет являться источником ксенобиотиков, источником трансжиров. Любое нагревание растительного масла приводит к его изменению в сторону трансжира. Печенье, пряники, вафли, конфеты, сладости, торты, пирожные, которые изготовлены промышленным способом, чаще всего в своем составе содержит маргарин. Трансжир. Я не говорю, конечно, что мы все этими продуктами объедаемся, но когда-никогда в нашем рационе это случается. В рационе всех людей и меня тоже, несмотря на то, что я врач-диетолог и все это знаю. Но это неизбежно. Можно прийти в гости и с этим столкнуться. Иногда неудобно отказать. Иногда нет ничего другого и приходится вот... Мы все с этим столкимся. Давайте будем честными. Но человек, у которого активен этот фермент, генетически активен, он с малым количеством трансжира может справиться. Он может его метаболизировать. Человек же, у которого есть поломка в этом гене, страдает ферментативной недостаточностью. Конкретно вот этого фермента. И эти люди, они не могут метаболизировать. От слова совсем. Не могут метаболизировать трансжиры. И даже у здорового человека без генетической поломки, до 1% трансжиров в рационе на 60% повышает риск онкологии. А когда мы видим генетические риски, мы понимаем, что не то чтобы 1%, любое количество, даже самое малое количество трансжиров будет приводить к повышению онкорисков. Но не хочу вас огорчать и расстраивать. Выход есть. О нем чуть позже обязательно скажу, что же нам в этой ситуации делать. Давайте поговорим о следующем гене, о следующем витамине. Это витамин А и ген ВЦМО1, который кодирует фермент, превращающий предшественник витамина А. Все каротиноиды, в частности бета-каротин, вы могли слышать это название, в ретинол. Ретинол это активная форма витамина А, каротиноиды и бета-каротин неактивные, малоактивные. Сами по себе каротиноиды очень полезны для нашего организма, прекрасно они помогают бороться, скажем, с не то чтобы проблемами со зрением, но профилактика каких-то зрительных дефектов, осложнений производится. И не только, у них колоссальный вклад на наш организм, но все-таки, когда мы говорим про витамин А, мы прежде всего имеем ретинол в виду. И ретинол мы получаем из продуктов животного происхождения, поскольку это жирорастворимый витамин. Для нас главными источниками являются сливочное масло, печень рыб, икра рыб и, в принципе, такие достаточно жирные рыбы. Но не все люди едят эти продукты, далеко не все. И есть категория людей, именуемые вегетарианцами, они совсем отказываются от употребления в пищу этих продуктов. И вот представьте себе, что у них не работает генетический фермент, который превращает бета-каротин в ретинол. А бета-каротин, он как раз-таки содержится в продуктах растительного происхождения. Это морковь, это зеленые листовые овощи, это болгарский перец и многие другие. И получая только овощи, он считает себя обеспеченным витамином А, но это не так. И ему нужно дополнительно выбрать поливитаминную добавку с ретинолом. Но об этом чуть позднее. Еще один витамин, еще один витамин, витамин В6. Тоже усвоение его зависит от фермента. Вот этот ген АЛПЛ кодирует фермент, который из активной формы витамина В6 делает его неактивную форму. Почему? Потому что только неактивная форма витамина В6 может зайти внутрь клетки. Смотрите, какая история. Активная форма витамина В6 – передоксаль-5-фосфат или передоксаминфосфат. Ну, в общем, это передоксин, который связан с фосфатной группой. В такой форме витамин активен. Допустим, в кровотоке у нас передоксаль-5-фосфат – одна из активных форм. Этот витамин подходит к клетке. Маленькое отступление. То, что мы видим в крови, это лишь маркер нашего состояния здоровья и не более того. Все витамины, все ферменты, все биологически активные вещества работают в тканях. И не всегда ситуация дефицита в крови говорит о дефиците в тканях. И не всегда норма в крови говорит об отсутствии дефицита в тканях и клетках. Так вот, витамин В6 не исключение. И он тоже должен проникнуть внутрь клетки для того, чтобы там работать и там быть активным. Так вот, фермент что делает? Он на входе в клетку при подхождении к мембране вот этого вот витамина отщепляет фосфат. Отщепляет хвост, отрезает фосфатный хвост. И неактивный витамин В6-перидоксин под действием энергии, которая образовалась в процессе вот этой вот биохимической реакции, пропускает его внутрь клетки. А внутри клетки он снова встречается с фосфатными группами, снова становится активным и только в таком состоянии работает. Так вот, в зависимости от той формы витамина В6, которую нам положил производитель в баночку, мы понимаем, мы будем обеспечены им или не будем. Потому что в зависимости от того, как работает этот фермент, он либо много витамина В6 пропустит в клетку, либо мало. И даже если мы будем видеть его уровень в крови очень высоким или нормальным, это не значит, что внутри клетки витамина В6 будет много. Это, знаете, та самая ситуация, когда у человека есть симптомы, то есть у него портится кожа. Например, он становится раздражительным, он становится тревожным. И у него еще появляются какие-то симптомы, но мы смотрим в крови и не видим там дефицитов. И мы связываем это с какой-то другой ситуацией. Но на самом деле, вот здесь кроется корень основного зла. Поехали дальше. Следующий жизненно важный витамин. Следующий жизненно важный витамин, витамин В9. Его превращение из неактивной формы в активную кодирует фермент метилен-тетрагидрофалат редуктаза. Вот этот витамин нужно обязательно смотреть у детей. Этот ген и этот витамин нужно обязательно смотреть у фертильных женщин. То есть у тех, которые еще находятся в репродуктивном, то есть в детородном возрасте. Почему? Потому что только правильная форма витамина В9 может обеспечить и адекватное созревание плода, мы уже говорили, без склонностей к порокам развития. И фолиевая кислота, а именно, точнее, даже не фолиевая, а именно витамин В9 участвует в процессе деления любой клетки. Витамин В9 участвует ежесекундно в процессе биохимических каскадов внутри клетки. И если этот каскад ввиду поломки фермента работает неправильно, мы можем получать колоссальные сердечно-сосудистые риски. Это, если мы говорим про сердечно-сосудистые риски, это накопление токсичного гомоцистеина в крови, который повреждает внутреннюю поверхность сосуда. Это приводит к инсультам. Вы представляете себе, даже у 5-6-летних детей на фоне поломки в этом гене бывают инсульты. Бывают не просто инсульты, а повторные инсульты. Это человек, который всю жизнь уже не сможет быть таким активным и здоровым, каким он был до своего 5-6-летнего возраста. Да, конечно, дети быстрее выходят из самых сложных ситуаций со здоровьем. Да, у них репаративные способности колоссальны. Но представьте себе, это далеко ведь не шутки. А если мы говорим о, допустим, не сердечно-сосудистой системе, а о репродуктивном периоде женщины. Если в ее случае этот фермент не превращает, не делает, так скажем, активную форму фолиевой кислоты, у нее проблемы с возможностью зачатия. У нее проблемы с вынашиванием беременности. У нее проблемы в течение всей беременности. И больше вам того скажу, недостаток фолиевой, точнее витамина В9 это плохо, но и избыток витамина В9 это тоже плохо. Потому что этот витамин, я повторю, участвует в процессе деления каждой клетки. И когда витамина В9 много, это может приводить к появлению атипичных клеток, то есть предраковых. Поэтому здесь важно выдерживать норму, определенную дозировку конкретно по витамину В9, но и не забывать про форму. То есть когда в этом гене нет поломки, мы можем принимать просто комплекс с фолиевой кислотой в составе. А когда в этом гене есть поломка, мы говорим про употребление активных фолатов. Это определенная форма метафалин. Я еще повторю об этом, когда буду говорить о том, какие формы витаминов все же нам стоит выбирать при определенных генетических полиморфизмах. Полиморфизм это не мутация. То есть вы должны понимать, что полиморфизм и мутация это практически одно и то же. Это замена одного нуклеотида на другой. Просто мутация это что-то очень страшное. То, что случается редко и приводит к какой-то очень серьезной патологии. А полиморфизм это то, чем мы все с вами, друзья, друг от друга отличаемся. На 99,9% мы одинаковы. И только на 0,1% мы отличаемся. И вот эти вот генетические отличия делают нас внешне разными. Разными по характеру, разными по состоянию здоровья, разными по усвоению витаминов в том числе. Продолжаем. Но прежде чем я продолжу, я бы хотела напомнить вам, что тема нашего сегодняшнего вебинара. Какие витамины нужны нашему организму и 8 генов, которые за это отвечают. А также я бы хотела вам напомнить, вновь присоединившиеся слушатели, что сегодня мы разыграем три вот эти вот замечательные бутылочки для воды. Вы можете использовать их с собой в спортзале. Вы можете просто брать их с собой. Вот она выглядит вот так. И не забывать пить воду, потому что пить воду это тоже важно. Не менее важно, чем принимать витамины. Я выберу в конце три самых интересных вопроса. И собственно автором этих вопросов уедут эти бутылочки. Наш модератор сегодня же с вами свяжется. А мы продолжаем говорить о генах. Следующий ген это ген ФУД-2. Ген, который кодирует превращение неактивной формы витамина В12 в ее активные формы и последующее усвоение в кишечнике. Так вот, ситуация следующая. Если ген не имеет полиморфизма, то есть он абсолютно нормальный, то и процесс усвоения любого витамина В12 будет абсолютно нормальным. Все мы понимаем, что витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения. Но мы уже договорились о том, что мало нам с вами продуктов, и мы будем выбирать поливитаминные добавки и определенные формы витаминов. Если этот ген имеет полиморфизм, если он имеет генетическую поломку, то в зависимости от степени этой поломки, процесс усвоения витамина В12 снижается на 40 или даже на 60% и более. Вот откуда все анемии, понимаете? Анемии бывают, то есть малокровие, да, дефицит гемоглобина. Анемии бывают не только железодефицитные, они могут быть ассоциированы и с низкой степенью усвоения витамина В12. Я сейчас не говорю про В12 дефицитные анемии, это отдельное заболевание, отдельный диагноз. Но даже вот в целом при железодефицитных анемиях, как правило, есть сопутствующий дефицит витамина В12. И когда доктор дает своему пациенту железо, не определив у него генетику усвоения витамина в группу В, он совершает ошибку. Это обязательно нужно делать. Витамин Е. Его усвоение, а точнее даже накопление в организме, кодирует ген АПОА5. Этот ген отвечает за склонность генетическую к накоплению триглицерида. Триглицериды – это субстанция достаточно злостная, то есть это самые мелкие из, скажем так, липидного спектра молекулы. Одни из самых мелких молекул. И что они делают? Они, если сильно много их накопилось в кровотоке, могут налипнуть на внутреннюю поверхность сосуда и приводить со временем к образованию атеросклеротической бляшки. Так вот, помимо того, что этот ген кодирует гипертридлицеридемию, так еще и в этих триглицеридах может накапливаться витамин Е. Кто-то скажет, ну а что в этом плохого? Витамин Е – прекрасный, сильнейший антиоксидант, поддержка иммунной системе и так далее, и так далее. Борется со свободными радикалами, цены ему нет витамина Е и будет прав. Но, когда его накапливается слишком много, он становится токсичным. Он начинает подавлять иммунную систему. И когда мы видим этот генетический полиморфизм, наша задача – не давать витамина Е слишком много. Но не это главное. Главное – следить за уровнем триглицеридах, потому что при этой генетической поломке именно в триглицеридах будет накапливаться витамин Е. Зная эту генетическую особенность, мы можем проводить раннюю профилактику. Тогда, когда еще не появилось никаких признаков этого состояния. И это касается абсолютно всех витаминов. То есть генетический тест, он делается с превентивной, с профилактической целью, чтобы предупреждать. Предупреждать, а не лечить. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Ген ВДР кодирует витамин D, а точнее рецепторную чувствительность к витамину D. Рецепторы к витамину D есть практически на всех клетках нашего тела. Говорить про витамин D можно бесконечно. Скажу лишь, что витамин D это и витамин, и гормон. Витамин D нормализует фосфорно-кальциевый обмен. Витамин D сохраняет наши кости здоровыми. Он препятствует формированию остеопороза. Витамин D поддерживает здоровье нашей щитовидной железы и препятствует развитию гипотириоза. Да много у него каких эффектов. Одно то, что в нашем организме порядка 25 тысяч генов и только один лишь витамин D экспрессирует, то есть влияет на поведение 2,5-3 тысяч других генов. Представляете, он экспрессирует одну десятую часть всего генома нашего организма. Можно предположить о том, какое колоссальное воздействие на нас имеет витамин D. Не буду распыляться, скажу лишь, что при сниженной рецепторной чувствительности к витамину D мы должны подобрать дозировку этого витамина чуть больше по сравнению с рекомендованными суточными нормами. И витамин C. Ген, который кодирует усвоение витамина С, как правило, он бывает нормальным практически у всех людей и редко имеет полиморфизм. Но если этот полиморфизм случается, то усвоение витамина С снижено, и мы в таком случае должны дать большие дозы этому человеку или подобрать для себя большие дозы, чтобы не остаться в дефиците витамина С. Ну и самое интересное, а что же делать? Всегда вопрос. Ну вот мы видим поломку. Да, мы определили свой генотип, мы увидели генетические полиморфизмы. И что с этим делать? Секунду. Да. Так выглядит у нас наш отчет. То есть он не в виде вот такой картинки, да. Он в виде таких объемных страниц, то есть по целой странице уделено внимание каждому витамину. Витамину А, витамину В6, причем с указанием гена, его принципа действия, вашего индивидуального результата генетического и рекомендаций. А что же делать вам? Ну, более того, когда вы получаете генетический отчет, обязательно с вами должен связаться врач. Либо врач нашей компании MyGenetics, либо тот врач, к которому вы изначально пришли и у которого вы изначально сделали генетическое тестирование. Вот, пожалуйста, посмотрите, витамин В9, витамин В12, витамин Д, витамин Е, витамин Ф и, конечно же, антиоксиданты. Их мы тоже смотрим в нашем отчете. И вот, собственно, формы. Ну, формы я покажу вам разные, то есть, чтобы вы понимали, что такие формы на самом деле есть. То есть, это не просто наши выдумки, да, и что вот так надо, но этого нигде не встретишь. Это есть. Вернемся. Вернемся на несколько слайдов буквально назад, вот сюда, где я хотела бы вам назвать все-таки те формы, в которых стоит принимать витамины. Начнем с витамина Ф. Ген ФДС1. Витамин Ф это условное обозначение омега-3, омега-6, омега-9. Мы конкретно говорим про омега-3, потому что омега-6 у нас, жиров в рационе очень много, очень, потому что мы много едим растительных масел, а там очень много омега-6 жиров. И омега-9 жиров у нас в рационе, как правило, достаточно, потому что рацион российского человека, он богат продуктами животного происхождения. Кто-то сало подъедает, кто-то там жирные виды мяса и так далее. Поэтому омега-6 и омега-9 у нас много. А вот омега-3 у нас мало, потому что зачастую мы получаем мало рыбы. Мы получаем мало рыбы, мы редко едим льняное масло, да и вы видите, что исходя из генетического полиморфизма, не у всех льняное масло будет являться предшественником. Итак, какой же вид омега-3 нам выбрать? Если генетического полиморфизма нет, то источником омега-3 для нашего организма будет как альфа-линоленовая кислота, и это всегда написано. На упаковке всегда написано, в виде чего представлен какой-то компонент. Я вам покажу. Значит, либо в виде альфа-линоленовой кислоты, либо в виде и козы пентоеновой, и докозы гексоеновой кислоты. Мы не забываем про питание, мы так или иначе, конечно же, его учитываем, но понимаем, что это просто буквально несколько процентов. Источником альфа-линоленовой кислоты, повторю, являются льняное масло и льняные продукты. Источником и козы пентоеновой, докозы гексоеновой кислоты являются разные виды рыб, в том числе не только красные, лососевые, но это и сельдь, и скумбрия, и некоторые другие. Если есть поломка в гене ФДС-1, мы понимаем, что фермент, который превращает предшественника в омега-3, работает плохо, поэтому здесь мы льняные продукты уже не даем. И альфа-линоленовую кислоту, как предшественник, при выборе поливитаминного какого-то комплекса, или комплекса омега-3, мы не даем, и мы не принимаем. То есть здесь только активные полиненасыщенные жирные кислоты. Это и козы пентоеновые, и козы гексоеновые. Они маркируются как ЭПК и ДГК по-русски, и ЕПА и ДЖА по-английски. То есть в зависимости от того, какой фермопроизводитель вы предпочитаете. Витамин А. Если поломки нет, мы вполне можем обходиться бета-каротином. Он сам по себе полезен, и фермент еще и превратит его в ретинол. То есть мы не склонны к дефициту витамина А. А если генетическая поломка есть, то смотрим, насколько она выражена. Если она выражена не сильно, то есть она частичная, это значит, что один аллель здоровый, один аллель мы берем от мамы, другой от папы, один аллель здоровый, другой имеет поломку. В этом случае нам нужен как бета-каротин, так уже и ретинол. И если это полная поломка гена ВЦМО1, тогда бета-каротин, к сожалению, не будет для нас источником витамина А совсем. И витамина А мы должны получать только в виде ретинола или ретиноидов различных. Витамин В6. Здесь ген кодирует фермент. И кодирует он его необычным способом. То есть, когда мы говорим про норму, мы понимаем, что фермент нормально работает. И витамин В6 усваивается нормально. Когда мы говорим про полиморфизм, активность фермента ускоряется. Представляете? То есть, как принято говорить, что вроде бы если что-то не работает, надо дать больше. А тут нет. Тут не так. Тут не надо дать больше, тут надо дать другую форму. Так вот, если активность фермента нормальная, мы можем давать человеку, например, сочетание активной и неактивной формы. Передоксиногидрохлорид – это неактивная форма витамина В6. И, например, передоксаль-5-фосфат – активная форма. Что будет происходить? Активная форма будет подходить к клетке вместе с неактивной. При расщеплении активной формы на две части образуется энергия, которая сразу две молекулы неактивного витамина В6 будет проводить внутрь клетки. Таким образом, мы защищаем себя от дефицита витамина В6. Если же фермент становится гиперактивным, зачем нам неактивная форма? Мы сразу дадим активную форму. И эта активная форма будет обеспечивать хороший перенос витамина В6 внутрь клетки. Ген витамина В9. Эмитилен-этрогидрофалат редуктаза. Так, пропал звук. У всех ли пропал звук? Или меня все-таки слышно? Кому меня не слышно? Отлично, меня слышно. Ура! Итак, спасибо, друзья. Мы продолжаем. Витамин В9. Повторюсь, жизненно важный витамин. Как его дефицит, так и его избыток. Это плохо. Но главная форма. Итак, если мы не имеем поломки в гене МТА-ШФР, мы можем выбирать просто фолиевую кислоту. Но если она есть, даже частичная, мы обязательно должны выбрать активный фалат. Он называется как метафалин или 5-метилен-этрогидрофалат. Я повторю. Метафалин или метилфалат. Может называться метафалин, метилфалат, 5-метилен-этрогидрофалат. Вот такие формы. Есть у витамина В9. Но я еще вам на конкретных поливитаминных комплексах покажу. Но вы сможете их, например, сфотографировать. И у вас эти наименования витаминов останутся в памяти. Как минимум телефоны. Я понимаю, что с первого раза может быть не так просто все это усвоить. Витамин В12. Если мы видим абсолютно нормальный ген, без поломки, мы понимаем, что неактивная форма легко превращается в активный. И мы можем использовать цианокабаламин. Цианокабаламин это неактивная форма витамина В12. Но если поломка все же есть, то процесс усвоения витамина В12 снижен либо на 40, на 60, либо на 60%. Поэтому здесь мы отдаем предпочтение только активным формам витамина В12. А именно метилкабаламин или аденозилкабаламин. Или их сочетание. Чаще всего в поливитаминных комплексах правильных вы встретите метилкабаламин. Витамин Е. Повторю, что мы можем использовать любой витамин Е. Главное следить за количеством триглицеридов в крови и не накапливать их. Если вы видите повышенный уровень триглицеридов, их конечно же нужно снижать. Как снижать? Прежде всего сократить количество фруктозы в рационе. Фруктоза это у нас фрукты и сахар. Потому что сахар это сочетание глюкозы и фруктозы. То есть уберите сладости, сократите максимально фрукты и ваши триглицериды должны прийти в норму. Если же нет, значит стоит сделать широкую генетическую панель, посмотреть в чем причина. Ну и витамин Д. Здесь мы определяемся, конечно же не с формой, потому что уже никто не использует предшественника витамина Д. Есть витамин Д2, есть витамин Д3. Мы конечно же используем витамин Д3. Просто вопрос в дозах. Вот сейчас, например, рекомендованная ВОЗ доза по витамину Д от 4 до 6 тысяч международных единиц. К слову, эти нормы всегда меняются. Поэтому я на нормах, конечно, остановлюсь. Но я не буду акцентировать на этом ваше внимание. Так вот, здесь мы подбираем большую дозу по сравнению со среднесуточной. С витамином С тоже самое. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие же комплексы бывают. Я вам покажу, что такие комплексы и вправду бывают. Вот, посмотрите, один из поливитаминных комплексов. Обратите внимание, я вожу мышкой, вы должны ее видеть, по идее. Витамина в виде ретинилпальмитата. То есть это ретиноиды, это ретинол, это активный витамин А. Кому подойдет? Человеку, у которого полностью поломан ген БЦНО1. Потому что картиноиды, к сожалению, плохо превращаются в ретинол. Поэтому нам обязательно нужно получить производное ретинола. Мы видим здесь небольшую дозу. Вы видите 40% и 20% в зависимости от возраста. Но дозу можно увеличить, дозу можно найти другую. Просто обращайте внимание, что такие вот формы витаминов есть. Витамин С всегда идет в качестве аскорбатов или аскорбиновой кислоты. Витамин Д, как холик, альциферол. Это как раз витамин Д3. Я вам скажу сразу, что это детский комплекс. Поэтому дозировочки здесь небольшие. Но так или иначе. То есть вот он витамин Д3. 600 международных единиц. Ну, в общем, доза небольшая для ребенка. Ну, смотря какого, опять же, возраста. Витамин Е идет как смесь токоферолов. Видите, альфа-токоферол из подсолнечного масла. Тиамин, рибофлавин. Мы о них не говорим. Вот мы подошли к витамину В6. Посмотрите, в виде передоксина гидрохлорида. Что это значит? Это значит, что это неактивная форма. Кому она подойдет? Она, ну, в общем, мало кому подойдет на самом деле. Потому что даже когда мы говорим про нормальную активность фермента, мы все-таки отдаем предпочтение сочетанию активной и неактивной формы. То есть мы говорим, что тут должен быть и передоксиногидрохлорид, и передоксаль-5-фосфат. Но если вам в целом комплекс подходит, вы можете найти отдельную баночку с витамином В6 в виде передоксаль-5-фосфата. Это тоже сейчас доступно. Посмотрите на фолиевую кислоту. Точнее, на витамин В9. Фалат. Правильно называть так? Фалат. И вот как выглядит форма L-метилфалат. То есть это L-5-метилен-тетрагидрофалат. Активная форма. Активная форма. А вот, посмотрите, рядом соседствует другой комплекс. Витамина. Как бета-каротин и ретинилпальмитат. То есть и бета-каротин, и ретиноиды. Для кого подойдет? Для человека, у которого по гену витамина А частичная поломка, к которому подходит и бета-каротин, и ретинол. И нужно получать и то, и другое. Витамин D3. Посмотрите, витамин С, как органический экстракт. Между прочим, органический экстракт. Это тоже возможно. Да, есть натуральные, есть синтетические витамины. Витамин Е, как альфа-токаферол. Тоже из масла. Из органического масла. Тиамин, рибофлавин, ниацин. Очень важный витамин, но мы не определяем его генетически. А вот, посмотрите, витамин В6, как передоксаль-5-фосфат. Как одна активная форма. Кому подойдет? Человеку, у которого есть поломка по витамину В6, у которого фермент гиперактивен. Да, ему подойдет просто активная, одна только активная форма витамина В6. Фалат, как эль-метилфалат. Правильная активная форма. Кому подойдет? Человеку с поломкой по гену МТАШФР. Витамин В12, посмотрите, как метилкабаламин, как активная форма витамина В12. Кому подходит? Человеку с поломкой в гене ФУД-2. Продолжаем. Вот тоже первый комплекс его продолжения. Тоже В12, как метилкабаламин. Ну и многие-многие микроэлементы. Вот что хотела показать еще. Посмотрите. Омега-3 жирные кислоты. Ну это детский комплекс. 100 мг всего. Вот она и коза-пентоеновая кислота. Маркируется как ЕПА. 56 мг. Для ребеночка, ну в зависимости от возраста, может быть нормально. ДХА. Это докозагексоеновая кислота. Очень важна для развития мозга. Очень важна. Если мама во время беременности не принимает докозагексоеновую кислоту, проводились исследования ученых, что ее ребеночек не столь обладает какими-то выраженными умственными способностями. Нет, не в плане, что он совсем будет, ну скажем, не обладать такими способностями. Конечно же будет. И конечно же наши родители, например, не пили ДГК, да, вот эту докозагексоеновую кислоту. Все зависит от активности ферментов АДС-1. Если он поломанный, если мама не получает правильные формы омега-3, то, ну скажем так, претендовать на гениальность ребенка будет неправильно. Я надеюсь, я никого не огорчила и тем более не обидела. А вот второй комплекс, который мы смотрели. Здесь омега-3, как альфа-линоленовая кислота, как предшественник. Кому она подойдет? Только человеку без поломки в гене ФАДС-1, да? Омега-6, омега-9. Но об этом мы не говорим. То есть, почему это важно? Вы можете сказать, а давайте мы не будем смотреть генетику, а давайте мы всем сразу возьмем активные формы витаминов группы В. Мы сразу возьмем активную форму витамина А, витамина Д, витамина С и так далее. И будем сразу в хороших дозировках принимать. Друзья мои, комплексы с активными формами значительно дороже, чем комплексы с неактивными формами. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Когда вы лишаете организма возможности поработать, то есть вы лишаете фермент необходимости что-то превращать одно в другое, а он был активен. Он становится неактивен. И тогда, когда вы в следующий раз не купите комплекс подороже, где есть все активные формы, а купите комплекс подешевле, ваш организм скажет, ну извини, я уже не могу. И не усвоит его. И в лучшем случае не сделает ничего плохого. Ну и не сделает ничего хорошего, извините. А в худшем случае наделает бед, вызовет аллергию или какую-то другую форму непереносимости. Поэтому генетический тест это инструкция по применению нашего организма. Давайте умело ей пользоваться. Еще хотела вам показать, какие формы бывают. Посмотрите. Витамина в виде сочетания бета-каротина и пальмитата, то есть в виде сочетания ретинола. Ну в общем это мы уже видели. Видели, видели, видели. Ага. Я практически заканчиваю. Вот что хотела показать. Активная форма витамина В12. Посмотрите. Вот метилкабаламин. Мы видели его уже дважды. Но здесь в виде сочетания еще и с аденозилкабаламином. И хочется сказать, что поливитамины пить правильнее. Потому что здесь есть и микроэлементы, и минорные какие-то вещества в виде антиоксидантов. Посмотрите. Куркумин. Фитосомы зеленого чая. Р-форма альфа-липоевой кислоты. Экстракт одуванчика. Бор. Ванадий. Лютеин. И так далее. В комплексы разные входят и микроэлементы, и антиоксиданты. Скажу лишь, что мой выбор все-таки за поливитамины. Ну и два слова буквально о дозах. Нормы ВОЗ по дозам меняются каждый год. У России одни нормы, у Европы другие нормы, а у Америки третьи. Понимаете? И выбор остается все-таки на нашей совести. На совести врачей прежде всего. Не на совести, конечно, простого человека. Ну вот, посмотрите. Норма может быть разная. В зависимости от пола, возраста, состояния организма. И вот вы видите допустимые пределы. И вот на эти допустимые пределы как раз и стоит ориентироваться. Посмотрите. Я вам покажу это последний мой слайд, и мы переходим к вопросам. Посмотрите. Вот с потреблением пищи количество витаминов у нас снижается. Вот такую вот дозу, рекомендованную потребность, нам выдают на баночки с витаминами. Да? А на самом деле нам нужно потреблять вот такую вот дозу. То есть ту, которая выше. Ту, которая 150-200% от рекомендованной суточной потребности, которая указана по ВОЗ нормам. Конечно же, да. То есть, когда мы видим дозировки витаминов, например, там 200-300% от рекомендованной суточной потребности, не бойтесь таких витаминов. Потому что они, скорее всего, ориентированы вот на этот предельно безопасный уровень. То есть, это то, что нам не навредит. То, что нам не навредит. Это снова из презентации Ольги Алексеевны Громовой. Предыдущий слайд. Да, пожалуйста, да эти слайды вы найдете в интернете. Их полно, этих норм. Полным-полно. И поверьте, все-таки дозу витамина надо подбирать, исходя из индивидуальной потребности. То есть, а. Мы смотрим генетику. Мы понимаем свои поломки. Б. Мы так или иначе определяем уровень витаминов в крови. Смотрим, есть ли у нас дефициты. С. Мы вспоминаем, когда же мы последний раз пили-то витамины. Когда это было. И понимаем, в глубоком дефиците мы находимся или нет. Г. Не помню. То ли по-русски, то ли по-английски. Называю буквы. Ну, пусть будет Г. Опять же, наши потребности в текущий момент. К примеру, мы не занимались спортом. А тут резко начали ходить в спортзал 4-5 раз в неделю. Повысились ли наши потребности? Да, конечно, повысились. Да, безусловно, повысились. А тут там забеременела девушка, забеременела, например. Или еще что-то. То есть, это все определяется очень индивидуально. И даже можно делать так. 3-4 недели попить прям высокие дозы витаминов. Под потребности, естественно. По согласованию с лечащим врачом. А потом уходить на какую-то поддерживающую дозу. Но, ребята, запомните главное. Витамины нужно принимать ежедневно и круглогодично. И вот теперь я подхожу к тому, чтобы, во-первых, напомнить вам, что 3 лучших вопроса будут выбраны и авторы 3 лучших вопросов получат по бутылочке для воды. 2-й приятный момент. Все те, кто зарегистрировался на вебинар, кто был сегодня вместе со мной, кому стало интересно эта тема, получат предложение на электронную почту. Точнее, ссылку, которая будет активна в течение 24 часов. Что произойдет, если вы перейдете по этой ссылке? Вы можете приобрести панель Wellness, где не только витамины. Где гены детоксикации, где гены пищевого поведения, где гены правильного рациона питания, адекватной физической нагрузки, адекватной для вас с учетом вашего генотипа. И к этому отчету вы получаете в обязательном порядке консультацию врача компании MyGenetics, первичную по отчету. И через месяц вы получаете дополнительную консультацию врача компании MyGenetics в подарок. Для чего она нужна? Для того, чтобы вы уже получили опыт своей генетической диеты, образа жизни, подобрали правильные витамины. И за месяц сумели отследить, что происходит, что удается, что не получается. Посоветоваться имели возможность с врачом. Это бонус, который действует только в течение 24 часов. И надо сказать, что это у нас первая такая, ну скажем так, акция. И поэтому, ну, наверное, было бы интересно. Ну и я перехожу к вашим вопросам. Листаю назад, назад. Так. Так, 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 так. Запись будет. Витамин В17 действительно важен в профилактике онкозаболеваний или это неоправданная реклама? Я вам отвечу и просто, и сложно одновременно. Все витамины, особенно витамины группы В, очень важны в профилактике онкорисков. Очень жизненно важны в профилактике старения. Это гера и онкопротекторы. Всегда. Это профилактика синдрома хронической усталости. Это наши батарейки витамины группы В. Все. Вообще все. Все. Так. Действительно ли избыток В9 приводит к повышенной вероятности онкозаболеваний? Да. И я ответила на этот вопрос. Почему? Зависит ли это от его формы? Нет. Не зависит. Метилфалат или фолиевая кислота. Это не важно. Это не имеет значения. Избыток витамина В9. Это всегда повышенные онкориски. То есть мы говорим о том, что человек принимает 400 мг фолиевой кислоты, либо метилфалата в обычной своей жизни, но это взрослый человек, либо 800 мг во время беременности и лактации. И все. И ни выше, ни ниже. Очень интересный, кстати говоря, вопрос от Анастасии Маслаковой. Добрый вечер. Есть статистика, касаемая корреляции наличия мутации по витамину А и наличия гипотириоза? Или это только мое личное наблюдение? Какой замечательный вопрос. Тоже он мне очень нравится. Вы очень глубоко копаете и видно, что вы в теме. Вот правда. На самом деле есть такая корреляция. Есть. Смотрите. Только тут еще участвует витамин D. При дефиците витамина А и витамина D нарушается фосфорно-кальциевый обмен. Это приводит к формированию гипотириоза. Гипотириоз приводит в свою очередь к формированию метаболического синдрома и инсулинорезистентности. То есть вот я ответила и на ваш вопрос, и еще сверх этого я даю вам информацию. То есть когда развивается гипотириоз, у человека появляется лишний вес. Лишний вес это всегда риски и сахарного диабета, в том числе и инсулинорезистентности. Поэтому здесь корреляции с витаминами очень много. Это не просто, знаете, какая-то разрекламированная история типа витамины надо пить. Это далеко и глубоко, глубоко дальше. Ирина Козлова спрашивает. Правильно ли я поняла, что анализ крови на биохимию не покажет реальной картины? Каким образом тогда выявить нехватку того или иного микроэлемента? Этот вопрос касается витаминов группы В. Витамин В6 и В12. Объясню. Витамин В6. Мы можем его видеть низкий уровень в крови, и это может быть обусловлено генетически, потому что он из крови весь быстренько раз и ушуршал себе в ткани. И там работает. Витамин В12. Мы можем подловить очень высокий уровень в крови, но при этом иметь его дефицит. Но подловили мы его в тот момент, когда он вышел из депо, из клеток печени. Так вот, по витаминам группы В правильнее ориентироваться все-таки на клиническую картину, на клинику и субклинику. То есть, если у вас есть определенные состояния, которые связаны с дефицитом этих витаминов, тогда мы понимаем, что здесь показатели в крови, скажем, не столь играют важную роль. Но когда мы говорим про витамин А, про витамин Е, про витамин С, про витамин Д особенно, мы обязательно смотрим их в крови. Спасибо, Ирина, за хороший вопрос. В подсолнечном масле и в масле раскоп пшеницы за меня отвечают замечательно. Облепиховое масло, да вообще практически все растительные масла богаты витамином Е. Если у нас есть полиморфизм в витамине Д, усвояемость кальция снижена или нет? Если у нас есть полиморфизм, если мы получаем мало витамина Д, то есть, если у нас есть полиморфизм, мы можем дать его больше и получать его больше, и тогда дефицита кальция, ну, вряд ли мы с ним столкнемся. Если мы не знаем свой полиморфизм или даже знаем, но не получаем витамин Д, то, конечно, это нарушает фосфорно-кальциевый обмен, конечно, это приводит к снижению уровня кальция. На усвояемость кальция как таковую витамин Д, безусловно, влияет. И физическая нагрузка здесь очень важна, потому что это влияет на усвоение кальция уже именно костной ткани. То есть кальций путем диффузии проникает в костную ткань из мышечной ткани, то есть при активной мышечной работе. Поэтому да, но влияет не полиморфизм скорее, а дефицит. Вот так будет правильнее, если я смогла ответить на ваш вопрос. То есть, если витамина Д много, может развиваться гипертиреоз. Не факт. Нет. Скорее нет, чем да. Витамин Д будет токсичным только если его уровни в крови выше 100, 120, 150 и выше. Но таких уровней достигнуть очень и очень сложно и не нужно этого делать. Достаточно стремиться к уровню от 70 до 100. Идеально, если 80-90. Поэтому гипервитаминозы, витамин Д получить очень и очень сложно. И ассоциации с гипертиреозом я на сегодняшний день не встречала. Возможно, есть такие исследования. В рыбе содержится ли витамин Е? Витамин Е может быть умеренно и содержится. В рыбе, я вам скажу так, в рыбе жир, а точнее в омега-3, витамин Е всегда добавляют в качестве консерванта. Он является антиокислителем полиненасыщенных жиров. Правда ли, что витамин Д можно принимать всегда? Правда, что витамин Д нужно принимать всегда. Потому что мы в условиях российских реалий живем в дефиците витамина Д. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Ошибочно полагать, что в период солнечных дней, в период весенне-летнего какого-то нашего состояния, мы получаем вот прям много витамина Д, даже если загораем. Инсоляция дает нам не больше 6% витамина Д. Ну а учитывая, что вот у нас в Сибири, например, совсем солнечных дней не так, чтобы очень много, ну в Москве, наверное, чуть больше, на юге, конечно, да. Вот там, где солнце ближе всего и активнее всего, вот там на летние месяцы стоит отменять витамин Д. Или если вы поехали на юг, скажем, на 2 недели, ну куда-нибудь, в Турцию, в Таиланд, в Италию, ну в Испанию, не знаю, на Гуа, куда угодно, там, где активное солнце, тогда вы на это время отменяете витамин Д. Вернулись в Россию, возобновили прием. Почему отменяем? Потому что при одновременной инсоляции и приеме витамина Д, есть работы, которые говорят, научные, конечно же, работы, которые говорят о склонности к выпадению волос. Ну вот кому-то, наверное, не хотелось бы. В рыбе не синтезируется витамин Е. Окей. Какие формы витамина Д и какие дозировки рекомендуете? Индивидуально. Форма – это витамин Д3, дозировка в зависимости от рецепторной чувствительности. Стартуем с 5000 международных единиц, дальше тетруем индивидуально. То есть смотрим уровень в крови исходный, принимаем 5000, ну начинаем по крайней мере с 5000, 8 недель. Через 8 недель смотрим уровень витамина Д в крови, оцениваем динамику. Поднялся хорошо – оставляем эту дозировку. Поднялся слишком хорошо – дали много, что вряд ли. Поднялся плохо – значит подбираем дозировку выше. А если совсем не ем рыбу, рыбий жир и витамины с ним организм не воспринимает, что делать? Не совсем поняла вопрос – перечитаю. Если совсем не ем рыбу, рыбий жир и витамины с ним организм не воспринимает, что делать? Принимать омега-3 дополнительно, полагаю, в этом вопрос заключается. Скажите, пожалуйста, всем ли можно принимать витамин D и омега-3? Можно ли принимать эти витамины постоянно без перерывов? Да, можно. По омега-3 есть другие гены, которые отвечают за липидный профиль крови. И есть ген, который обязывает нас принимать омега-3 на постоянной основе. Но так или иначе, и омега-3, и витамин D можно принимать постоянно, всю жизнь. Вопрос, опять же, только в выборе формы и дозы. Добрый вечер, принимаю витамин D. Кстати, последний вопрос мне тоже понравился, Ольга. Добрый вечер, принимаю витамин D. Дозировка 5000 международных единиц. Это небольшая дозировка. Спасибо. Нет, это небольшая дозировка. Повторюсь, по нормам ВОЗ этого года дозировку усреднили от 4000 до 6000 международных единиц. Но много ли этого вам покажет генетика? Текст. Есть у нас в отчете витамина В6 результат. Если у нас в отчете витамина В6 результат норм-норм, мы даем активную форму. Да, даем активную форму. Какие витамины нельзя между собой сочетать? Скажем так, какая-то в большей степени тема коммерциализированная, наверное, раскрученная зазря. Ну вот железо не рекомендовано принимать с некоторыми витаминами. А в общем и целом поливитаминные комплексы говорят нам о том, что витамины можно между собой принимать. Все. Большинство витаминов химического происхождения. Поэтому при круглодичном приеме происходит перегружение организма печени. Как быть в этом случае? Какие перерывы между курсами витаминов? Нужно ли менять бренды комплексов и их составы? Бренды комплексов и их составы подбираются индивидуально. По переносимости, по генетической предрасположенности. Перерывы между курсами витаминов я предпочитаю не делать. Большинство витаминов химического происхождения, да. Есть витамины химического происхождения, их большинство. Но формулы, они идентичны натуральным. Другое дело, что, например, природные витамины, они имеют в некоторых случаях не одну, а две, три, пять, шесть изоформ своих. А синтетические мы можем получить только одну или две. И, как правило, в поливитаминный комплекс это одна форма и добавляется. Это не будет говорить о дефиците, это не будет говорить о плохой переносимости или плохой усвояемости. Ну, по крайней мере, это все индивидуально. То есть, но из органики мы можем получить вот эти вот пять-шесть изоформ. И органические комплексы тоже есть, тоже есть. Ну, для примера я вам приведу сайт iHerb.ru. Зайдите, там очень много органических витаминов, выбирайте. И все они в виде том, о котором говорит ваша индивидуальная генетика. Вопрос один. Видимо, вопросов будет много. У ребенка, девочки, с такой же группой крови, такая же потребность витаминов, как у мамы или потребность сильно отличается? Дело не в группе крови, дело в генетике. Генетика и группа крови это вещи разные. Делают ли генные тесты детям до года? Да, делают. Мы делаем генетические тесты с двух месяцев. Вопрос два. В тесте будет информация о потребности в коллагене? Да, у нас есть панель, которая называется Beauty. И там мы определяем скорость синтеза коллагена и скорость его разрушения. Это обусловлено генетически. И там мы можем говорить о том, какой коллаген, в каком количестве, в сочетании с какими витаминами вам нужно принимать и как долго. Правда ли, что с помощью приема витаминов можно поправить менструальный цикл? Абсолютно. Абсолютно. Витамины нутрицептики и правильное питание в этом ваши лучшие друзья. Какие витамины усваиваются лучше, натуральные или синтетические? Скажу так, усваиваются одинаково. Витамины лучше пить в комплексе или все-таки отдельно друг от друга? Я за комплекс. В какой форме нужно принимать кальций после родов? Ну, вообще кальций принимается в виде цитрата, обычно. Цитрат кальция. Как относиться к омеге-3 из водорослей? Или веганской? Она же также считается омегой-3. Надо понимать исходник. Что там? Там будет икозапентоеновая кислота, или там будет альфа-линоленовая кислота. В зависимости от вашей генетики, будет ясно, усвоите ли вы ее. Как хорошо, что существуют такие тесты, и мы можем спокойно контролировать дозу витаминов. И я, как врач, могу спокойно дозировать по отчету генов каждого пациента. Гульнас, да? Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Это отзыв реального доктора. Мы знакомы лично, поэтому большой вам привет. Почему все врачи говорят о вреде синтетических витаминов, то бишь усваиваются только натуральные источники, а вы говорите, что надо добавлять синтетические, кому в итоге верить своему личному опыту. Попробуйте синтетические, попробуйте органику, посмотрите, какие лучше вам подходят. Повторюсь еще раз, синтетические формулы абсолютно идентичны натуральным, абсолютно идентичны. Они вот вообще не отличаются, поэтому организм их различает, что те, что те одинаково. Дело лишь в количестве изоформ. Вот и все. Аминокислотный хилат кальция лучше обычного кальция? Да, конечно. Да, хилатированные формы и цитратные формы лучше усваиваются. Нужны ли перерывы в приеме витамина D и омега-3? В приеме витамина D, ответила на ваш вопрос, в приеме омега-3 определяется другими генами. Генами липидного профиля крови. Иногда нужны, но можно, если в малых дозах, принимать постоянно. Часто говорят омега-3 в перерасчете на чистый ЕПА и ДГА. Нам надо по инструкции складывать содержащиеся омега-3 в 1000 мг пилюли. Если вы определили для себя потребность 1000 мг, да. Иногда бывает больше потребность 2000, например, 1500-2000. При повышенных физических нагрузках мы делаем акценты на какие витамины? На все. Мы делаем акцент на все витамины, потому что они все расходуются очень активно и метаболиты их выводятся с потом и с другими биологически активными жидкостями. Мы делаем акцент на все витамины. Ну, конечно же, мы делаем акцент на витамин D, мы делаем акцент на омегу, на витамины группы B, на витамин C, да практически на все. В какой лаборатории, на ваш взгляд, в России самое адекватное референсное значение? Они во всех лабораториях адекватные. Вы простите, что я смеюсь, просто это такой, знаете, скользкий вопрос на самом деле. Все лаборатории честны перед нами, и никто не ошибается, просто они используют разные реагенты. И у одной лаборатории этот реагент обязывает вот такие нормы устанавливать, а у другой лаборатории другой реагент совершенно иной раз противоположный. Поэтому нужно ориентироваться все-таки на референс той лаборатории, в которой вы делаете тест, потому что это зависит от реагента. А вообще, да, у нас даже во врачебной среде это всегда обсуждается, вроде кому верить, но вот кому больше доверяете, тому и верить. То есть надо выбрать для себя какую-то одну-две лаборатории и вот там, в общем-то, и обращаться за тестированием. Непонятно, как только по ДНК-тесту без биохимического анализа крови можно составить полную картину состояния организма и дать рекомендации. Да нет, конечно, полную картину без биохимии, без анамнеза, без истории болезни, без истории жизни пациента, без семейного анамнеза, без родового анамнеза, да, мы никогда не получим. Генетика – это тот кусочек пазла, те 15-20%, которых нам, как клиницистам, иной раз так не хватает в диагностике. А уж обычному человеку, практически здоровому, как принято выражаться, генетического тестирования будет достаточно для того, чтобы проводить активную профилактику избыточного веса, сахарного диабета, артериальной гипертензии, митохондриальной дисфункции, оксидативного стресса и многих, многих других осложнений, как то остеопороз и так далее. То есть мы говорим, когда о генетике, мы говорим о профилактике всегда. Когда мы лечим пациента или себя мы лечим, естественно, там вступают в ход вообще и биохимия, и УЗИ, и МРТ. Никто не говорит о том, что, сделав только генетику, мы получаем полную картину о пациенте. Это невозможно. Генетика – это предрасположенность, но она иной раз такой камень преткновения, что не учитывать ее просто нельзя. Можно ли принимать вместе омега-3 и витамин Д? Да, можно. Какое соотношение ЕПА и ДГА необходимо подбирать? Ну, обычно преобладает 2 к 1 примерно икоза пентоеновая, икоза гексоеновая. Но некоторые производители, они предпочитают ДГК положить больше. Например, для детей, для того, чтобы у них мозг развивался. Тут на самом деле не принципиально, потому что, если даже вы получаете икоза пентоеновую кислоту под действием фермента десатуразы жирных кислот второго типа, она переходит в докоза гексоеновую в организме. Генетическая поломка – это раз и навсегда? Да. Но мы можем на это повлиять. Мы можем менять экспрессию гена. Меняя образ жизни, меняя свою внешнюю среду, мы можем эту мутацию, этот полиморфизм нибелировать, а как следствие нибелировать риск. Здравствуйте, Людмила запуталась. При варианте ЦЦВА по О5 в отчетах указана норма. Норма, что ведет к повышенной потребности. Соответственно, витамин Е мы смело даем в виде смеси токоферолов, например, но не суть. А если в нем появляется полиморфизм или 2, значит, потребность снижается, и давать нужно меньше и реже. Не совсем, нужно следить за уровнем триглицеридов. При варианте ЦЦВА, ЛПЛ потребность Б6 получается такая же, но она не повышенная, она получается такая же, как у обычного человека. Значит, даем передоксаль 5-фосфат, а не передоксин. Вечный вопрос. Хорошие поливитамины чаще всего таки будут содержать все витамины в активных формах. Это мы с вами прекрасно понимаем. Ну, не все витамины, не могу согласиться. Часть будет неактивных. Хотя в этом нет необходимости. Вот, к примеру, бюджетный комплекс полностью устраивает. Но там фолиевая и цианакабаламин, а нужно 5 метилентотрагидрофалат и метилкабаламин. Можем просто взять их отдельно и добавить? Нет. Если есть поломка по метилентотрагидрофалат и редуктазе, не можем. Мы должны взять только активные фалаты. К сожалению, витамин В9 и витамин В12 нужно подбирать комплекс, где будет, например, бета-каротин неактивный, где будет передоксин неактивный, но где будут активные В9 и В12. При снижении суточного объема потребляемых килокалорий какие витамины или комплексы лучше принимать? Индивидуально, в зависимости от генетики. Для щитовидки какие витамины нужны? Витамин Д, кальций, витамин А, проговорили. Есть ли генетические исследования на генетические нарушения выработки чувствительности к тестостерону? Есть гены андрогенового рецептора, есть ген ароматаза, например, цитохром 19А1, который превращает андрогены в эстрогены, что тоже немаловажно как для мужчин, так и для женщин. Если чувствуешь себя здоровым, нет проблем с кожей, волосами, ногтями, нужно ли принимать витамины или достаточно сбалансировано рационное питание? Неоднократно делала на этом акцент в течение всего вебинара. Моя позиция, позиция клиники ЮНЕСКО и многих других докторов, она заключается в том, что витамины нужно принимать независимо от вашего состояния. Вы сейчас, вероятно, в молодом и активном возрасте, у вас состояние компенсации. Как только случится какой-то мощный стрессорный фактор для организма или вы достигнете определенного возраста, вы можете оказаться в состоянии декомпенсации. И это уже будет безвозвратно потерянное время. Поэтому, да, пить. Мое мнение, пить постоянно. Как быть при синдроме хронической усталости? Всегда назначают В5 как источник поддержки надпочечников. Если ген, отвечающий за ген В5, нет, мы не смотрим его. Что скажете по этому поводу и как узнать, насколько эффективно он воздействует при СХУ? Ген такой мы не смотрим. Мы определяем синдром хронической усталости по гену марганец-зависимая супероксид дисмутаза. Это митохондриальный фермент и он дает нам больше, чем достаточной информации. Потому что, когда я консультирую пациентов по генетическим паспортам и когда я вижу поломку в гене МНСОТ, я спрашиваю у пациента, а страдаете ли вы синдромом хронической усталости? Ответ да, 100%. В то время, когда этот ген не поломан, я не получаю этого ответа. То есть, это 100% корреляция. Ну ладно, 98%. Почему нужно быть осторожным с приемом витамина А во время беременности? Многие врачи об этом говорят. Потому что избыток ретинола токсичен. Не нужно злоупотреблять витаминами. Нужно принимать дозировки среднесуточные или чуть выше среднесуточных. Не нужно принимать по 1000% от рекомендованной суточной потребности и выше. И не только во время беременности. Не только во время беременности. Это в принципе. Как нам поможет исследование иммуно-хеллз или подобное в доставке витаминов в клетку? О как! Спасибо за вопрос. Иммуно-хеллз это тест на определение скрытой пищевой непереносимости. Тест на уровень иммуноглобулинов класса G. И ответ иммунной системы на 111 продуктов пищевых. Так вот, исследование иммуно-хеллз это взаимно дополняющее генетики тестирования. Оно позволяет нам понять не как витамины проникают в клетку, а как человек реагирует на пищевые продукты. К слову, есть у нас раздел в отчете Wellness пищевые непереносимости. Там мы определяем генетическую непереносимость глютена, то есть белка злаковых культур, пшеницы, ржи, ячменя и овса. Но овес это не глютен, содержащая крупа. Однако в условиях наших российских реалий он неправильно хранится и перерабатывается, а как следствие он весьма обсеменен глютеном. Так вот, глютен и лактоза, углеводы молока. И когда мы видим полиморфизм по этим генам, и когда мы видим определенную клинику у пациентов, как-то избыточный вес, как-то аутоиммунные заболевания, проблемы с кожей, с волосами, с желудочно-кишечным трактом, с щитовидной железой, с суставами, то есть различные аутоиммунные проявления, мы делаем иммуно-хеллз для выявления реакции иммунной системы на какие-то определенные продукты. То есть мы подтверждаем, либо опровергаем на какой-то момент факт непереносимости. В доставке витаминов в клетку он нам как-то, ну, не знаю, я его с этой точки зрения не рассматривала, но возможно, хотя скорее с другой цели используем. Есть взаимосвязь между дислепидемией и дефицитом витаминов? Дефицитом витаминов, если да, то каких? С дефицитом омега-3 точно? А витаминов? Нет, не знаю такой связи, не знаю такой корреляции. Может быть, она есть, мне как-то на глаза такие исследования не попадались. Нет, не знаю. Можно ли гептрал при полиморфизме фолиевой кислоты? Гости, Марина. Марина, это вы гости? Где-то я видела, что гость Марина Молдаванова, наш замечательный доктор, партнер. А может быть, и не вы, Марина. Ну, так или иначе, хороший, интересный вопрос. У нас смешанная аудитория, сразу вам скажу, она не вся врачебная. У нас присутствуют обычные люди, наши с вами пациенты и просто здоровые, интересующиеся, самоосознанные, самодостаточные люди. Поэтому не все ваши вопросы кажутся им простыми. Гептрал, эсаденозилметианин. Можно ли при полиморфизме фолиевой кислоты? Можно, но не всегда. То есть, без разбора всем не дадим это точно. Скажу так, когда мы видим поломку в МТА-ШФР, когда мы видим высокий гомоцистеин, первая реакция, нет, мы не даем гептрал. Потому что эсаденозилметианин превращается в эсаденозилгомоцистеин, который в последующем преобразуется в гомоцистеин, вещество, которое мы дожить и боимся. Так вот, если мы даем активные фолаты при поломке МТА-ШФР и не видим на них снижения гомоцистеина, мы можем предположить, что поломка есть не только в гене МТА-ШФР, но и в ферментах, предшествующих ему. То есть, в других ферментах метеорирования. Метионин синтази, метионин синтази, редуктази. И вот там эсаденозилметианин идет как кофермент. И когда мы не видим стойкого снижения гомоцистеина просто при приеме активных фолатов, мы можем попробовать дать эсаденозилметианин, он же гептрал, с целью попробовать. Как правило, в небольших дозах, буквально 200 мг, ради того, чтобы дать кофермент предшествующим реакциям. Зачастую помогает. Ну, так вот с порога всем нет, конечно. Какая на сегодняшний день норма ежедневного приема витамина Д? Отвечала на этот вопрос, повторяться не буду. Везде трубят о 100% дефиците витамина Д. Предполагает всем принимать витамин Д? Да, на каком же тогда устанавливались референсные значения, не лечим мы анализы? По факту рахита ни у кого не видим. Я у всех вижу. Я у всех вижу. Мы, конечно, лечим ли мы анализы? Ну да, в данном случае мы лечим анализы, потому что рахит во взрослом возрасте мы же уже не увидим, так ведь? А вот остеопороз, да, а дожидаться его нет смысла. Поэтому, может быть, мы и лечим анализы в каком-то смысле, но скорее мы восполняем дефициты. Это нутрицептическая поддержка, коррекция нутриционных дефицитов. Я бы так сказала. Метаболизируется ли гиптрал при фалатных проблемах? И еще B12. Метаболизируется ли гиптрал? Метаболизируется. Путь метаболизма, я вам сказала, превращается в аденозилгомоцистеин и дальше сливается в гомоцистеин. Какой бренд витаминов посоветуете? Не посоветую, принципиально не советую. Заходите на iHerb. Вот скажу, если выбирать между аптекой и сайтом iHerb, мой выбор это второй. Какие признаки витаминного дефицита? Да их полно. Выпадение волос, проблемы с кожей, постоянная усталость, утомляемость при нагрузке, проблемы с желудочно-кишечным трактом, слабость мышц, боли мышечные. Ой, их столько, их столько, даже цикл может пропадать у женщин. Слушайте, ну это вот прям вот в какое место ни тыкни, везде можно указать на витаминный дефицит. То есть, ну, надо прицельно смотреть по каждому витамину. Через какое время измерять витамин D в крови после приема препарата, чтобы увидеть истинный уровень? Мы, как правило, делаем на входе до того, как назначаем витамин D, через 8 недель. Вот, и потом тетруем дозу. То есть, мало добавляем еще, много сокращаем. Нормально, значит, нормально подрос, я имею в виду, в крови. Значит, оставляем эту дозировку. Если нужно еще оценить динамику, еще через 8 недель, можно ли иметь дефицит витаминов и не замечать его? Можно, да, такой вопрос уже тоже был, что я прекрасно себя чувствую, волосы, ногти, замечательно все. Ну вот, пить не пить витамины. Да, можно долго не замечать, пока организм в состоянии компенсации. При недостатке витамина D рекомендуют схемы, когда в неделю 50 тысяч международных единиц одномоментно, или в неделю или два раза по 25 тысяч международных единиц. Это не очень большая дозировка. Это не очень большая дозировка. Витамин D метаболизируется прекрасно, выводится избыток его почками, но, как по мне, лучше каждый день по чуть-чуть, чем однократно и много, потому что избыток вышел, а на следующий день никакого витамина D нет. Поэтому не вижу в этом смысла. Можно ли иметь избыточный вес и витаминный дефицит? Чаще всего так и бывает. Людмила, вы не увидели вопрос целиком. Их было три. Еще вопрос. Предположим, имеем один полиморфизм в метилент-эрогидрофолазе редуктазе 1В12 и повышенную потребность в В6 при варианте ЦЦВЛ-ПЛ. Не имеем повышенную потребность. Потребность везде одинаковая. Вопрос в форме витамина В6. Тогда даем метилфалат-400 постоянно и непрерывно. Да. Да. Вместе с метилкобаламином и передоксаль-5 фосфата. На самом деле это большая дилемма. В какой дозировке и в каком режиме давать подопечным в комплексах, рассчитанных на то, чтобы держать под контролем гомоцистеин. Дозировки для лошади как водится. Нет. Дозировка метилфалата всегда 400 микрограмм. Остается собирать по отдельности, но все равно непонятно, как часто давать фалат и с кофакторами при полиморфизме МТАШФР. Давать постоянно. Дозировки есть в разных витаминах разные. Посмотрите органику. Посмотрите органику. Есть на Ахербе органические витамины, где дозировки даже ниже рекомендованных. В правильных формах. С какого возраста рекомендуете сделать генетику ребенку? Чем раньше, тем лучше. Мы делаем с двух месяцев. Потому что правильно сформировать пищевое поведение у ребенка. Подобрать ему правильные поливитаминные комплексы. Не раньше, конечно же, чем с трех лет. Я имею в виду поливитаминные комплексы. Отдать его в правильную спортивную секцию. Это очень важно. Если бы этот тест сделали в роддомах, до цены бы не было. Но пока мы имеем то, что имеем. Цена генетического анализа 17900 рублей. Насколько зависит эффективность от производителя страны? В каждой стране свои критерии контроля. Канада-Астралия стоит на первом месте по качеству витаминов. Влияет ли это на результат? Не могу достоверно ответить на ваш вопрос. Скорее, не зависит не от страны, а от фирмы-производителя. Есть несколько фирм-производителей, которые акцентированы на конкретные добавки. Есть прекрасные фирмы-производители Омега-3. Есть прекрасные фирмы-производители группы В. Витаминов не в стране дело. Я бы так сказала. Добрый вечер. В практической работе при назначении витаминов, микроэлементов, аминокислот и других препаратов сталкиваемся с нарушением всасывания в кишечнике. Повышенная проницаемость, нарушение микробиота и так далее. Лабораторная диагностика минимальна. Есть ли у вас панели, помогающие в диагностике нарушения ЖКТ? Спасибо. Нет. Таких генетических панелей у нас нет. Вы имеете наверняка в виду тест генетики микробиота, микробиом так называемый. Нет, мы его не смотрим и делаем. Микробиоты кишечника постоянно меняются. И это, конечно, можно и нужно делать при определенных ситуациях, но мы этого не делаем. Есть другие лабораторные тесты, и их немало по определению синдрома повышенной кишечной проницаемости, по синдрому избыточного бактериального и грибкового роста. Зря вы говорите, что их мало, их полно. Говорят, что статины нельзя пить без Q10. Да? 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 Да. Да, мое мнение, да, нельзя. Как считаете, нужна ли спирулина? Нужна. Почему до трех лет не давать ребенку поливитамины? Ну, чревато. Чревато. Он еще, у него еще не все системы сформированы, как положено. Он скомпенсирован. Он получил достаточно витаминов во время лактации, если лактация была. Витамины в некоторые, некоторые их формы, некоторые витамины добавляются в смеси для кормления, добавляются в каши. Ну, то есть, скажем так, можно из года, но чаще всего до трех лет не рекомендуют давать ребенку витамины. Как вы относитесь к такой добавке, как гинго-белоба? Я слышала, что от нее больше вреда, чем пояс. Хорошо отношусь, все в меру, все по показаниям, если у человека нарушение когнитивных функций нужно давать, почему нет. Спасибо большое, спасибо, я много пропустила. Будет ли запись вебинара? Обязательно будет. На какие витамины делать акцент при хронической усталости? Я скажу так, это поливитамины, это среднецепочные триглицериды МСТ, это витамин В3, это витамин В5. Ну, вот, обязательно акцентуация на этих витаминах при выборе поливитаминов. Это, ну, может быть, коэнзим Q10, как вариант, ну, вот основное я вам перечислила. И антиоксиданты, конечно же, ресвератрол, конечно же, биокуркумин для митохондрии незаменимы. За консультацию, ну, это не совсем консультация, скорее за вебинар. Спасибо вам большое за внимание. Ну что, я прекращаю принимать ваши вопросы, потому что их прозвучало достаточно. Ну, надо подводить итоги, надо подводить итоги. Итак, лучшие вопросы. Я уже озвучивала, какие вопросы мне понравились больше всего. Сейчас, наверное, уже и не вспомню, но наш модератор абсолютно точно это зафиксировал. Нормы индивидуально подбираются. Так скажу. Да, я сейчас оценю. Значит, смотрите. Вопросы, которые мне понравились, были заданы. И неоднократно вопрос был задан от Анастасии Маслаковой, от Ирины Козловой и от Ольги М. Замечательные вопросы. К сожалению, не воспроизведу их сейчас, но на момент, когда я их зачитывала, они показались мне не то чтобы даже наиболее актуальными, но и более интересными. С одной стороны, глубокими, с другой стороны, всенасущными, если можно так выразиться, всеобъемлющими, что ли. Поэтому Анастасия Маслакова, Ирина Козлова и Ольга М. Это ваши. С вами свяжется модератор. Обязательно узнает адрес доставки, куда поедут наши бутылочки. Но и не забывайте, пожалуйста, что всем участникам вебинара на почту придет письмо, где будет активная ссылка в течение суток, 24 часов, на покупку ДНК-теста с двумя консультациями нашего доктора. Ну что, мои хорошие, на сегодня я с вами прощаюсь. Я рада была такому интересу с вашей стороны. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами еще и почаще. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их еще писать в чат, адресовывать по электронной почте. Самые интересные вопросы будут переданы мне, и я на них постараюсь ответить. Все, всем спокойной ночи. У кого уже поздно, так же, как у нас в Сибири, хорошего завершения дня, кто живет по московскому...